Приветствую! Несколько месяцев назад мы с вами с ужасом смотрели видео, на котором представитель ТЦК ЕСП с помощью пистолета мотивировал человека к прохождению ВЛК. При этом делал он это в присутствии своего начальства. Благодаря общественному резонансу эта история получила продолжение, в том числе ДБР открыло уголовное производство, в ходе которого выяснилось, что на территории этого ТЦК ЕСП содержится еще несколько человек и удерживают их незаконно. Причем одного из них уже 10 дней там держали. Далее что было? Далее мы с вами с еще большим ужасом наблюдали, как вот эти представители ТЦК ЕСП выходили из-за орла суда под аплодисменты. И мы с вами думали, что все, на этом история закончится. Вот эти ребята, которые, кстати, да, они сотрудники ТЦК ЕСП, который расположен в городе Самбар, во Львовской области. И мы считали, что они продолжат службу и все будет у них хорошо. Но к счастью, к счастью, все-таки в нашей стране еще работает закон, хоть многие и не верят уже в этом, да, глядя на происходящее. Но, тем не менее, система показывает, что она способна работать. И сейчас мы с вами посмотрим на то, какое же продолжение получила эта история. А для этого мы с вами зайдем на сайт ДБР и посмотрим, что же там по этому поводу написано. А написано здесь следующее. И вот мы видим, что на Львовщине ДБР завершили досудовое расследование щодо катывания и незаконного позбавления воли четырех человек в Санбарском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об вынувальне акты направлены до суду. Вот, вот ДБР свою работу сделала. Теперь вопрос к суду. А что должен будет делать суд? Суд будет определять их виновность в совершении этих преступлений. С учетом того, что там есть видео, ну мы понимаем, что определить вину не так уже сложно. По каким статьям их привлекают к ответственности? Вот здесь ДБР нам сообщает, что військовослужбовца, водяя, это тот, который бил пистолетом, обвинувачивают у катывания и незаконного позбавления воли. Часть 2 статей 146, часть 1 статей 127, а заступника начальника Санбирского РТЦК и СП обвинувачивают у непрепиненні криминального правопорушения, что вчиняется подлеглым. Часты на 4 статей 226 Криминального кодекса Украины. И сейчас мы с вами давайте зайдем и посмотрим уголовный кодекс, чтобы понять, а какие сроки грозят этим прекрасным представителям ТЦК и СП. И вот первая статья 127, что предполагает эта статья? Катуванья. Вот оно, катуванья. Вдуматься только, да, представитель государства, военнослужащий сейчас обвиняется в катувании. Ну, прекрасно, что здесь сказать? И мы видим, что поскольку здесь часть первая, да, они предполагают, то здесь наказание по сбавлению воли на строк В3 до 6 роков. То есть по этой статье ему грозит до 6 лет лишения, ой, прошу, да, лишения свободы. Идем далее. У него же есть и вторая статья, вот эта, 146. То есть незаконное позбавление воли або выкрадение людины. И здесь у них идет по части второй, то есть незаконное позбавление воли, щодо двоих чи больше осіб або за попереднюю змовою группою осіб. То есть, судя по всему, ну мы не видим обвинительного заключения сейчас, да, но мы предполагаем, что поскольку ДБР нам сообщило, что там больше двух, там четыре человека они содержали, то, видимо, вот по вот этой, скажем так, части данной статьи. И что здесь у нас получается? Здесь наказание на срок ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на тот самый срок. Так какой же максимальный срок может получить водитель? Это тот человек, который с помощью пистолета как раз занимался таким воспитанием, внедрением, так сказать, патриотизмов человека. Так вот теперь этот водитель может получить максимум 6 лет. Несмотря на то, что у него две статьи, одна предполагает 6 лет, а другая 5 лет лишения свободы, ну максимальная санкция, да, у нас наказания не складываются, у нас наказания поглощаются. Более такое большое, да, поглощает меньшее наказание. То есть по этим двум статьям, по совокупности, он может максимально получить 6 лет лишения свободы. Ну а что же его начальник? А его начальника ждет более жесткая статья и более жесткий срок. Смотрим, 426-я статья «Бездеяльность військовой влады». И здесь что нам ДБР сказала, да, за что они его привлекают? За умысленное непрепинение криминального правопорушения, что вчиняется подлеглым. Вот за что. И поскольку здесь часть 4, а часть 4 имеет квалифицирующие признаки, то есть это те же самые деяния, но вчиненные в умовах военного стану або в боевые обстановки. Ну а здесь мы понимаем в умовах военного стану. И посмотрите, какой срок. От 7 до 10 лет лишения свободы. Ну а нам теперь остается с вами лишь надеяться. Надеяться на то, что суд рассмотрит это дело в разумные сроки и вынесет то решение, которое было бы справедливым. А мы же знаем, что такое справедливость. Да, вот по тем же решениям суда, которые, например, принимаются в отношении людей, которые уклоняются от мобилизации. Там суд очень часто пишет, что несмотря на то, что этот человек хороший, мы не можем ему дать условку, мы должны дать ему настоящее, реальное наказание и посадить его. Почему? Для того, чтобы другим было неповадно. Такая превентивная функция юридической ответственности. То есть смысл какой, что другие посмотрят, что этот человек получил реальный срок, и они не захотят совершать такое же преступление. И именно поэтому суды дают реальные сроки. И вот так их обосновывают в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации. И мне хотелось бы, чтобы здесь судьи скопировали ту же самую формулировку и сказали, что поскольку данное дело носит общественный резонанс, поскольку оно очень важно в контексте мобилизации, потому что по этому делу это дело формирует отношение к мобилизации, формирует отношение к ТЦК и ЕСП. И чтобы суд это учел и сказал, что чтобы другим неповадно было, дадим им, ну как минимум, реальное наказание. Пусть не по максимальной планке, да, хотя, наверное, правильно было бы здесь и по максимальной планке дать, потому что государство должно защищать права человека. И защита прав человека, она проявляется и в том числе путем наказания тех, кто нарушил права человека. И вот тут государство должно показать, что вот есть человек, он нарушил права военнообязанных и за это поплатился, чтобы никто другой не хотел заниматься подобным. Произойдет это или нет? Посмотрим, но по меньшей мере надеемся, что опять, опять эти люди не смогут выйти из зала суда под бурные аплодисменты, как это было уже прежде. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, его название вы сейчас видите вот здесь. и традиционно я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.